Добрый вечер! Начинаем концерт в памяти народного артиста РСФСР, композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Альберта Семеновича Лемона. К 95-летию со дня рождения. Вступительное слово предоставляется декану композиторского факультета профессору Александру Александровичу Коблякову. Дорогие друзья, мы начинаем сезон концерта композиторского факультета. И, как правило, у нас значительная часть концерта связана с мемориальными датами, с концертами, посвященными памяти ушедших профессору Московской козелы. И сегодня именно такой концерт. Он посвящен 95-летию со дня рождения известному российскому композитору, пианисту, педагогу, общественному деятелю Альберту Семеновичу Лемону. Профессор Московской козелы, который более четверти века был заведующим кафедрой композиции Московской козелы. Альберс Семенович Лемон преподавал четырёх этапов. Это Московская, Питерская, Казанская и Петрозаводская. И везде у него остались ученики, которых благодарны словам и умницам учителей. Он получил высшее музыкальное образование, окончил Лемонгкасскую консерваторию по двум специальностям, как композитор и пианист. Получив там совершенно блестящее образование, достаточно сказать, что одним из его педагогов был великий Минучий Шестакович. Его творчество охватывает практически все жанры, связанные с симфонической камерно-инструментальной музыкой. Сегодняшний концерт будет посвящён камерно-инструментальному музыку, как все ученики. И там вы услышите широкий эстет и жанры, и по составу. Его творчество тесно связано с Петербургской школой, в первую часть творчества Дмитрий Шестаковича. И отличительные черты его стены также связаны именно с Петербургской школой, масштабность высказываний, философичность, линеарность, стремление к особой, тончёной графичности высказываний. Он был и прекрасный пианист, и целый ряд лет преподавал с Кетцем Портепиано. И мы помним, как великолепно он показывал портепианную музыку. А что касательно его собственной портепианной музыки, он, на наш взгляд, был лучшим её исполнителем. И также он был крупным организатором. Он работал в Министерстве культуры, когда он закончил Петербургскую консерваторию. А потом он много занимался общественной деятельностью, будущим секретарём Союзных композитов России, а также, повторюсь, долгие годы за верующим кафе в московской консерватории. Не спрою, у нас, Альдер Семеновичу, особое чувство, поскольку наша музыкальная юности прошла и мы, педагоги Московской консерватории, вспоминаем этого замечательного музыканта с огромной благодарностью. Как педагог он воспитал целую грехиану великолепных музыкантов. И в сегодняшнем концерте будут участвовать как-нибудь непосредственно ученики, в частности Алиса Ростова-Семеновича. Также и те, кого связано с Альдер Семеновичем, в том числе и отруже постоянное сотрудничество. Это с Сергеем Комельковым, Юлией Рябовым, Татьяной Сергеевым, Дмитрием Четверковым и Екатерина Шеременовича. Также в числе исполнителей произведения Альдер Семеновича был и замечательный ансамбль студии новой музыки, художественных, противоположных профессий, Московской консерватории, а главный дирижер Игорь Охудович Кромов, в России. И вот этот замечательный ансамбль тоже участвует в сегодняшнем концерте. Итак, начинаем наш концерт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ